Зрелищный, красивый, захватывающий вид этого спорта мало кого может оставить равнодушным. Конкурс – самый массовый и популярный вид конного спорта. Неудивительно, что в день проведения соревнований на территории Дюсша и Зумруд собралось более 300 человек. С подробностями Надежда Неткачева и Йоргий Калинин. Преодоление препятствий, или как часто его называют конкурс, – один из самых захватывающих видов конного спорта. Для успешного участия в нем требуются длительные и упорные тренировки. Но это того стоит. Вот такими показательными выступлениями казаков Кубанского казачьего войска могли насладиться гости и участники мероприятия еще до начала турнира. Эффектно, динамично и легко они управлялись своими лошадьми, показывая самые разные акробатические трюки. На трибуне не было свободного места, и взрослые, и дети были в предвкушении начала турнира. Церемония открытия первого этапа, третьего открытого первенства района «Золотая подкова» на кубок главы Славянского района была очень яркая и красочная. Выступление казаков сменилось танцевальной композицией «Лихачи» в исполнении хореографического ансамбля мечты Детской школы искусств имени Григория Бономаренко. Глава Славянского района Роман Синеговский отметил значимость проводимых мероприятий и дал старт соревнованиям. В Славянском районе любят слонный спорт, создана серьезная материально-техническая база, где приятно, что занимаются более ста детей. Всем участников крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов, и я уверен, что, конечно же, победительнейший. О проведении турнира, номинациях, представленных в нем, рассказал директор конно-спортивной школы «Изумруд» Андрей Дмитриченко. Традиционно проходит третий год подряд, и начинался он в 2012 году. Сейчас мы уже научились его проводить, проводим его все лучше и лучше. Видите, даже по количеству участников у нас порядка здесь уже заявлено 80 пар спортивных, это наездник и лошадь. Присутствует где-то порядка 18 районов Краснодарского края. Проходит он в четырех зачетах. Это у нас дети, возраст 2000-2002 год, юноши, любители и лошади трех лет. Виктор Скрылев – ученик конно-спортивной школы «Изумруд». Больше пяти лет посвятил занятиям конным спортом. В его копилке уже немало побед. В этом году на всероссийских соревнованиях по конкуру, которые прошли в поселке Октябрьском Красноармейского района, он завоевал кубок Майстренко. А в прошлом году на чемпионате края по троеборью Виктор стал серебряным призером. Он не новичок в этом деле, поэтому победа на родной земле для него особенно важна. Я очень хочу победить, я буду стараться и сделать для этого все возможно. Старт был ярким и красочным. Спортивные пары сразились за звание победителя, в том числе и пять воспитанников ДЮС США изумруд. В равных условиях, по одинаковому, но достаточно сложному маршруту, им необходимо преодолеть 11 препятствий без штрафных баллов. Собьешь барьер – получишь четыре штрафных очка. А после второго неповиновения лошади всадник исключается из соревнований. Виктор Скрылев на этот раз принес нашему району бронзу в категории юноши. К сожалению, в остальных номинациях Славянский район остался без наград, но это был лишь первый этап. Впереди еще четыре этапа турнира. Следующий состоится 19 июля. Там славянские спортсмены всеми силами будут стараться выступить лучше. Гости, посетившие соревнования, получили заряд бодрости и массу ярких впечатлений. Когда здесь чувствуется атмосфера праздника и довольно-таки приятно, я буду стараться почаще выезжать на подобные мероприятия. Занятия конным спортом на базе школы «Изумруд» – это прекрасная возможность провести время не только интересно, но и полезно. Дети, посещая такие занятия, знакомятся с миром животных, учатся бережно и по-доброму относиться к лошадям. Достаточно просто прийти и посмотреть на них. Можно попробовать свои силы в верховой езде. Возможно, кто-то в дальнейшем останется здесь навсегда, свяжет свою судьбу с конным спортом и принесет победы нашему району.